Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Здравствуйте уважаемые дамы и господа Вы слушаете радионародная волна На частоте 14.30 М99,1 ФМ На нашем веб-сайте RadioNVC.com На нашей страничке На нашем ютуб канале Посмотрел на речи Ты потерял мысль Олег Падлак со мной в студии Меня по-прежнему зовут Сергей Зацепин На нашем ютуб канале RadioNVC Я смотрю там уже наши люди Подключаются И те традиционно Которые с нами Постоянно и новые потихоньку подходят Я опять хочу начать Сегодняшний разговор Со словом благодарности Я уже говорил Что я тут Поделился Своими печалями По поводу ситуации Экономической Финансовой В частности На радио Финансовой ситуации И нашлись люди Которые 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 Услышали Нашу боль И Откликнулись И сделали Донейшн Это не Спасибо огромное Нижайший вам поклон Это не спасает Нашу ситуацию На всяком случае Это дает возможность Рассчитаться С теми корреспондентами С теми авторами программ Которые ведут программы Которые живут не в нашем городе А в разных странах В разных штатах Спасибо вам еще раз Огромное Это хотя бы Поможет рассчитаться С ними Что касается Дальнейшего Я Честно говоря Мы заполнили Один аппликейшн В Small Business Administration Я обратился В свой банк За Тем Чтобы получить Лон Написал Эмейл Ну то есть Вышел на сайт Написал эмейл Они прислали ответ И там подробненько Рассказывают Что они будут делать Потом Когда-нибудь А пока Они принимают Аппликейшн Только от Единоличных Владельцев Бизнеса То есть Если в бизнесе Один Хозяин Один владелец Вот от них От этой категории Бизнесов Они принимают Во всяком случае Такой пришел ответ Мне я не знаю Как на самом деле Дела обстоят Но Я прошел по этим ступенькам Значит И дальше Опять Кликнул кнопку И дальше Опять Они попросили Заполнить Ну какие-то данные Исходные Заполнил И Типа Ждите ответа Ждите ответа И с кем бы я не разговаривал Я еще не встречал Может быть Это просто Среди моих знакомых Такие люди Которые Не очень Удачливые В этом смысле Но у меня нет Не было еще Людей Единственное Я знаю От людей Которые Заполнили Вот эти Бумаги По Анимплойменту Вот Когда человек Потерял работу Он заполнил Вот я знаю Что люди Мне рассказывали Что им приходили Ответы Что вот уже Бумаги Там в процессе Заполнения Ваш работодатель Заполнил Информацию Там То есть В работе Но те вот Бизнесы Которые Тоже Как Такое русское Слово Оплаяли Или как там Заполнили бумаги Правильно сказать То пока Ответов Никаких Включая Меня Тоже Вот так Что Ты знаешь Я вынужден был Тоже Обратиться За Unemployment Insurance Заполнил И Мне Скалькулировали Там 109 долларов В неделю В неделю Да Ну то есть Зашикуем 109 долларов Поскольку Ну Зарплату Как бы Не из чего Начислять Поскольку Чеки Остановились Бизнесы Остановились Ничего не приходит И Задолженность Растет С каждым днем Примерно В тысячи Полторы Долларов Каждый день Только за Эфирное Время Около Тысячи Долларов Ежедневный Вот в понедельник Уже приедет Менеджер Будет пытаться Получить С нас Какие-то Деньги И Удачи До этого Мы с ним Переписывались Он мне пишет Ну Как дела Как у всех А ты Плавился На Да И на Это И на То И Вот На Это Ну Вот Приедет Я не знаю Что он будет Говорить Ну В общем Задолженность Растет И В связи с этим Возникает Вопрос Вот Эта Тема Которая Обсуждается Сейчас Не только Вот Здесь В нашей Студии Но и Скажем На Не возвращаться Ну Скажем Зик Эммануэль Это брат Бывшего Мэра Чикаго Бывшего Обамовского Доктор Который Стоял У истоков Обама Керн Который Внес Свою Лепту Он Вообще Сказал Нужно Полтора Года Вот Полтора Года Сидеть В карантине Блин Через Полтора Года Страны Не Будет Не Забывай Что он Сказал Это Не От Себя А Вот Эти Вот Цифра 18 Месяцев Уже Была Озвучена СМИ Несколько Раз Но Интересная Была Дискуссия В четверг Нет В среду У Хеннити На канале Факс Ньюз Дискуссия Была Как раз Вот На То есть Они Будут Принимать Меры Вплоть До Того Что Вот Они Обсуждали Вопрос Когда Человек Заходит На Работу Вот Он Заходит В здании То есть Ему Должны Температуру Померить Затем Они Говорили О Тестах Результаты Которых Будут Готовы Буквально Через 5 Минут Если Ты Помнишь Они Говорили О том Какое Количество Людей Нужно Можно Впустить Контактировали Друг С Другом На Близком Расстоянии Ну То есть Дискуссия Ведется Конечно И разговоры О том Как Открыть Америку И Когда Они Есть И Естественно Тут же Возникают Обратные Разговоры На Тему Что Как Это Так Как Трамп Может Сегодня Обсуждать Такие Вещи Когда Такая Ситуация В Стране И На самом Деле Уже Не Одна Статья Причем Я Даже Перестал Смотреть Средства Массовой Информации Большие Я Выискиваю Этих Блогеров И Врачи Которые Дают Им Свои Как Делятся Свои Мнения Что Цифры Очень Завышены Например Что Деблазия Сделал Не знаю Слышали Вы Или нет Значит Он Сказал Что Те Кто Умер Сегодня В Нью-Йорке Не важно Были они Протестированы Или нет На коронавирус То есть Они могли Умереть От Инфаркта От Инсульта Тромба От Чего Угодно Но Их Нужно Причислять К Жертвам Пандемии Поэтому О каких Реальных Цифрах Мы Можем Сегодня Говорить Если Вот Мэры Такое Делают Кроме Того Значит Мэр Деблазия И еще В Миннесоте Вот Сенатор И доктор Дженссон Они Сказали Что Получили 7 Документ На 7 Страниц От Департмента Здравоохранения Миннесоты Которые Советуют Им Заполнять Вот Сертификат Death Certificate Ну Свидетельство О смерти С диагнозом COVID-19 Даже Не Тестируя Людей Если Сегодня Посмотреть Статистику То В мире Сегодня Уже Почти Цифра Достигла Миллиарда 600 Извините Миллиона 600 тысяч А Америка Приближается Уже К полумиллиону И все кричат Вот Америка Всех обогнала Там Ситуация Критическая На самом деле Она Более правдивая По сравнению С другими странами Потому что у нас Как Оказывается На сегодняшний день Более-менее Ситуация Положительная В плане того Что людей Тестируют Больше Появилось Больше Тестов Более 2 миллионов Человек Протестировали Появилось Больше Тестов Более Правдивые Результаты Я до сих пор Не верю Что в Китае Эта цифра Остается На уровне 81 миллион Интересно Сколько у них Сейчас Вот Я смотрю Китай 81 900 Вот эта цифра 81 тысяча Было 700 720 730 Но не верю я И уже Очень многие Средства Массовой информации Причем Не только Американцы Но и Европейцы Они Обвиняют Китай В том Что они Скрывают Действительно Правдивую Ситуацию Так как Это было Изначально Так как Это продолжалось Дальше И в том числе И сегодня Давай попробуем Принять звонок Давай Добрый день Вы в эфире Вы знаете что Нью-Йорк И Чикаго Это крупные Демократические Места Нет проблем Без сомнения Я утверждаю Демократы Завышают Специально Эти Цифры Уходящие С земной Жизни Люди Уходят От инфарктов От тверкулеза От различных Заболеваний Но не от Коронавируса Демократы Делают Свою Дорогу Продвигают Предательство И все Абсолютно Вообще Действительно Но об этом Заявил Так сказать Доктор Бергс Во время Пресс-конференции Что Если люди Умирают От каких-то Хронических Состояний Болезней Которыми Они страдали И люди Эти уже В возрасте 90 за 90 Но при этом Если у них Обнаружили Коронавирус То Этих людей Зачисляют В категорию Погибших От пандемии Но вот сейчас Они пошли Еще дальше Даже без Тестирования Даже без того Чтобы обнаружить Наличие вируса У человека Его сразу Относят К этой категории То есть Такая глобальная Игра Я могу поверить В принципе В то Что Цифра Больных Естественно Больше Потому что Есть Недооценное Количество Вот реальных Людей Реальных Случаев Главным образом Потому что Многие люди Не замечают Болезнь Ведь она может Протекать Не только В тяжелой форме Но даже Без симптомов Ты знаешь Вот Когда кто-то Где-то далеко Болеет Как-то это Не так страшно Но вот Оказалось Что очень близкая Наша подруга Из нашего круга Значит Вчера был Сегодня 16-й день Она болеет Она на работе Контактировала С человеком Который потом Был диагностирован Коронавирусом Значит Неделю назад Или полторы недели назад Ну Болезнь протекала Сначала Температура У нее был насморк У нее потом Появился кашель Потом ее отпустила На пару дней Она сказала Что ей даже легче Температура упала А потом Температура поднялась До 104,7 А потом Начался действительно Такой серьезный кашель А потом Ей стало тяжело дышать Сегодня Она уже встала Там Она уже что-то Даже уборочку Делает Ей уже гораздо легче Но она не была Протестирована На коронавирус Поэтому Мы только Можем догадываться Потому что У нее в принципе Были почти Все симптомы У нее была температура У нее был кашель Ей было тяжело дышать Она потеряла Обоняние Вот Она не чувствовала Вкус еды И Скорее всего Что да Это коронавирус То есть Таких как она Наверное Очень много Знаете Есть такая Баба Фира Очень известная Этот Гарик Сухарик Вот Который Вчера Я его видел В чате На видео С моим сыном Вот И он рассказал Тоже Что он переболел У него тоже была Вот такая Похожая фаза Есть звонок Добрый день Вы в эфире Алло Здравствуйте Здравствуйте Всех в студии Я бы хотел Просто Уточнение Вот Мы все считаем По абсолютному А ведь по-моему Правильно считать На 100 тысяч Населения И там Америка Далеко не на первом месте Где-то по-моему На шестом И вот эти вот Абсолютные цифры Это чисто такие Понты мощные Вот Америка А объективно Мне кажется Что на 100 тысяч Это более реальная Картина Заболеваемость Извините Вот Нет Нет все правильно Абсолютно право А тем более С учетом того Что еще Огромное количество Людей Не протестированы Поэтому Ну в общем В общем Я не знаю Включается ли Играет ли тут роль Теория заговора И было ли это Сделано С какой-то целью Или это Так произошло Но то что Политики пытаются Использовать Причем левые политики Пытаются использовать Это в своих целях Все что их интересует Это получить власть Любой ценой Безусловно Люди которые заболевают Болезнь наверное страшная Наверное в госпитале Где лежат люди тяжелоболеющие Картина жутчайшая То есть Представляешь люди не могут Дышать Люди на вентиляторах А потом Разные теории Разные Так сказать Исказывания Я тоже смотрю Некоторые интервью С врачами Которые говорят Что вентилятор В данном случае Только убивает А не помогает Ну если это вот Вот так Как оно есть Во всяком случае Настройки вентилятора Не соответствуют Той болезни Которая есть И это страшная картина Но с другой стороны Мы слышим О том что Госпиталя переполнены Что люди лежат на полу Что не хватает там всего Три дня назад было видео По моему Три или четыре госпиталя В Нью-Йорке Человек обошел Показывает Вот здесь должна стоять Очередь людей Которые хотят быть Протестированы на коронавирус Не одного человека Затем он приходит Вот к этот Приемный покой Да или как называется Emergency room По нашему Тоже там никого нет Короче говоря Вот он говорит Непонятно Где все люди И тут подъехала Скорая помощь И он спрашивает У водителя Или санитара Этой скорой помощи Говорит Сколько вы людей Привезли Вот за последние Несколько дней Он говорит Ну и не знаю Ну сколько 100, 200, 300 Он говорит Ну там 3, 4 Откуда вы знаете Что они были С коронавирусом Он говорит I'm just guessing То есть я догадываюсь Вот Поэтому В Сиэтле вчера По-моему вчера Или сегодня Закрылся военный госпиталь Который специально Развернули военный В штате Вашингтон А ситуация была сложная Как бы тоже В Нью-Йорке В Вашингтоне Так вот Военные развернули госпиталь Сегодня его свернули Потому что Он так и не понадобился Ты помнишь О том Как CNN Показала видео Где Врачи спят на полу Где переполнен госпиталь На самом деле Это было Виталий ABC по-моему Или Или Не CNN ABC CBS Кто-то из них То есть они Потом конечно Дали опровержение Но сколько людей Посмотрело Вот тот Первый ролик И не посмотрело Опровержение И вот сейчас Ходят и говорят Не надо далеко ходить Мне это мой близкий родственник Позвонил Говорит Ты видел что происходит Я говорю Ну да Видел плохо А потом Когда этот ролик вышел Опровержение Я позвонил Говорю Ну ты успокоился Ты уже видел Что видел Опровержение Нет не видел Вот и все То же самое Есть интервью Плачущих Фальшивых медсестер Которые плачут Хотя еще раз говорю В некоторых местах В отдельных госпиталях Действительно ситуация Довольно сложная И картина драматическая Но Я если Я просто Я просто пытаюсь Себе представить И не могу Может быть кто-то Сможет себе представить Если страна будет закрыта Полтора года Я имею ввиду Мы полтора года Будем сидеть в карантине Вы можете себе представить Последствия И как это будет выглядеть Я пытаюсь У меня не получается Как это Апокалипсис Перед глазами Добрый день Добрый день Господа Вообще Поскольку мы находимся В режиме военного времени Или кто-то будет Это отрицать Это Именно вот Пусть он Выглядит Немножко иначе Пусть Не стреляют И бомбы Не падают Но людей Которые распространяют Такую пакость Которые Постоянно Продолжают Врать Не мешало бы Привлечь Уголовную ответственность Неужели Так в администрации Никто и не додумается Специальный указ Об уголовной ответственность За распространение Ложных сведений Нет Ну это уже За пределами Полномочия Администрации Ваши слова До бога уши Да нет Такого к сожалению Не произойдет Я думаю Вот Человек Как бы Говорит о том Что администрация Недостаточно Жестко Поступает И так далее В то же время Администрацию Или в частности Президента Постоянно Обвиняют В авторитарных Тоталитарных Так сказать Проявлениях С одной стороны С другой стороны Вот видите Как оказывается Он Недостаточно Жестко Себя ведет Ну ты знаешь Его обвиняют В том Что Ему разведка Доносила Уже Задолго До того Как все это началось Вот Но если вы Действительно Грамотные чеки Копнете В интернете Все таки Вы найдете Что да Действительно Были какие то слухи Но официальное заявление Было подано В конце января Если вы не забыли Трамп закрыл Воздушное сообщение С Китаем 31 января На что он В ответ получил Оплеуху От всех Возможных Его ненавистников Его обвинили В расизме По отношению Китайским Товарищем Да и вообще Тоталитарным Да Авторитарным Да И в конце концов Когда уже только Вот Всемирная Организация здравоохранения Объявила В середине марта Что действительно Это пандемия И кстати На следующий день Трамп закрыл Страну Полностью Вот То Зачем еще Стефанополос Стефанополос Интервьюировал Представителя Пентагона И заявил о том Что Пентагон Знал О пандемии Еще в ноябре Месяце На что получил На мой взгляд Справедливую Реплику Фейк Ньюс Фейк Ньюс Фейк Ньюс Распространяют Ложь А теперь Смотри Ведь Я не знаю Понимают ли Эти Либералы Те кто голосует За демократов Что вот эта паника Вот эта Абсурдная ситуация Нагнетается С одной единственной целью Потому что Рейтинги президента Довольно Слушай На фоне пандемии Коронавируса Рейтинга Одобрения президента США Сегодня 49% Между прочим И вот согласно Данным опросу Общественного мнения 49% Одобряют работу Его вот Именно в этой В данной Ситуации Поэтому Я думаю Что он Делает Все правильно Поэтому China Communist News Или CNN Сокращенно Или там MSNDC Печатный Орган Вернее Пропагандистский Орган Компартии Демократической Партии 24 часа В сутки 7 дней В неделю Накручивают Накручивают Нагоняют Страх Нагоняют Страх И постоянно Обвиняют Трампа В некомпетентности Что он ничего Не предпринял Ничего Не сделал Это В расчете На то Что его рейтинги Все таки Упадут Потому что Из Этой толпы Клоунов Которые Которые Причинные места Будут Присылают Присылать С нами Энергетики Которые Дэвидс Дэвидсом Дэвидсом Радио Дэвидсом 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 Безработицы Дэвидсом Интересно Вот выливают Ты говоришь На землю И в то же время Вот такой магазин Как Вудманс Который базируется Вискансене Так вот Вот я например Покупаю там Определенное молоко Из Вискансена Очень хорошее Качественное И вот Пару раз Я уже сталкивался Когда я подходил К этому отделу К холодильнику И Этого молока нет И еще Несколько человек Говорят Ой опять его нет Опять нет То есть непонятно Вроде спрос на него Вот люди хотят купить А его нету Нарушилась Может быть доставка Потому что Еще что-то Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Сережа Да Я до сих пор Так и не получил Правильного ответа На мой вопрос Для чего Существует Золотой Золотой Запас Когда им Можно Пользоваться И почему Надо Отдалживать Где-то Когда Может взять Свою И не платить Интерес Ну может Вы знаете Может кто Подпишет На этот вопрос А может Кто-то Получит Домашече Задзание Подготовиться Показывали Тонны А по 150 Или 160 Триллионов Лежат Этих денег В банках Что-ли Как это Назвать Кто Ответственный За них Почему Это все Так тянется Беспонятного И мало И мало Того Это же Может Хватить На годы Как этот Придурок Я его могу Звать На полтора Года 18 месяцев Минимум Будет Здесь Несчастье В стране Пожалуйста В этом смысле Вы абсолютно Право Что касается Золотого запаса Я точно не знаю Но по-моему Это золото Которое до 73 Года Обеспечивало Стоимость Наших бумажных Денег В принципе Да Это первое А второе Для того Чтобы не рассчитываться Нам кусочками Золота Или песочком С мешочком Выпускались Эквивалент Конечно До 73 Года Потом Отвязали От золота И поэтому Сейчас Между прочим Один из Один из Пунктов Причин Для чего Держим Это тоже Инфляция Страшная Инфляция То есть Мы еще Не вошли В эту фазу Пока Но может Не дай бог Если сейчас На рынок Вбрасывается 6 триллионов Долларов Денег Ну с учетом Федер С учетом Того Что Казначей Министерство Финансов Там Выпускает Я думаю Это как то Должно Сказаться Но с другой стороны Инфляция Не наблюдается Потому что У людей Все равно Денег Пока еще Нет Я не знаю Куда они Вбрасываются Как они Каким образом Они будут Работать Но вот Как мы Сегодня начали Разговор Никто из моих Знакомых Из этих денег Пока не получил Ни копейки Так что Инфляции Никакой Пока нет По моему Там наоборот Цены какие то Снижаются Но честно Говоря Последствия Вот этого Карантина Мне видится Весьма Трагическим Вообще Интересно С одной стороны Либеральная пресса Кричит о том Что необходимо Закрыть и продолжать Вот такой же режим Чтобы экономить На 18 месяцев Да А с другой стороны Они как бы Празднуют Тот факт Что у нас У нас уже 10% Трудоспособного Населения То есть 17 миллионов Человек Не работает Ты знаешь Потеряли работу Они прям Празднуют Это Потому что Это же удар То есть Они рассчитывают Что люди С учетом того Что они 24 часа Сутки 7 дней В неделе Обвиняют Во всех бедах Трампа Они рассчитывают На то Что люди В итоге Ну у них Отложится в голове В ноябре месяце Если конечно Выборы состоятся Потому что Они хотят Поменять Вообще Избирательные законы Под это дело Что происходит Вот на рынке Труда К сожалению С 28 марта По 4 апреля Было подано 6,5 миллионов Заявлений От людей Которые потеряли работу И Они ожидают Что Процент возрастет До 12% Разные есть Да Ну я слышал И 20 И выше Да Ну более реальные цифры Пока что на сегодняшний день Это 12 Это максимум Предвоенному 1940 году Вот я вычитал А теперь Вот По поводу Грядущих выборов В принципе Демократам Это настолько на руку Чтобы было Так все плохо И теперь будут Наблюдать за тем Как Трамп Будет выкарабкиваться Вот из вот этой ситуации И конечно же Они спят и видят Чтобы Процент безработных Рос И рос И без остановки Чтобы к выборам Мы подошли С высоким процентом Безработицы С недовольством И с катастрофической Ситуацией у населения Маркет Чтобы был внизу И тогда Трампу будет тяжело Может быть Это была одна Из тех причин Когда Сандерс Подумал Зачем оно мне надо И отдал свои голоса Байдену Добрый день Вы в эфире Добрый день Добрый Здравствуйте Скажите пожалуйста У вас есть идея Как связаться С Unemployment Office Телефон Или Эмейл какой-то Конечно Вы знаете Телефон Я вам скажу Что я больше чем уверен Что вы не дозвонитесь Это бесполезно Но на интернете Вы можете запомнить По американскому телевидению Вчера Было объявление Это вам передала соседка Что им требуются Люди Знающие Кабул Понимаете? Понимаю И связаться с ними нельзя А что значит По телевидению То есть Какой-то новостной канал А новостной канал Американский Сказал Что им нужны Люди Знающие Кабул Сейчас специалистов По Кабулу Нету Ну Еще старички Старички Помнят Я еще в институте Помню Учил Кабул Когда-то Это были Восьмидесятые годы Да Ну вам тогда Наверное Нужно в офис Обратиться В один из ближайших Офисов Даже не знаю А к ним тоже Никаких Телефонов Нет Ничего Нет Ну в офисе Есть адрес Есть На интернете Бумаги Которые вы должны заполнить Но я имею ввиду Unemployment Но чтобы Как вы говорите Что бы Вы хотите То есть Как бы Послать Аппликейшн Им на работу Ну они сказали Что связывайтесь Напрямую Чуть ли Не телефона Ничего Она не запомнила И на каком канале Она не помнит Ну это плохо В конце концов Можно было бы позвонить В редакцию этого канала И узнать Она канал не помнит Плохо В ней был включен Телевизор И все Они наверняка Там дали какие-то И данные Что-то давали Ну да Может она не услышала К сожалению Жалко А ты знаешь Удачу вам Давайте мы приезжаем Есть еще звонок Добрый день Вы в эфире Алло Добрый день Добрый день Ребята Может быть Пора уже закончить Называть демократов Идиотами И врагами народа Перестаньте быть Вы идиотами Демократов в Америке 50 или больше процентов Спасибо за ваше мнение Моя дочь Извините Моя дочь Работает в госпитале Она что-то же Идиотка Она демократка Перестаньте Перестаньте Эту самую Демократов Оденить во всех бедах Вы знаете Есть разница Между демократами Идиотами И демократами Которые действительно Любят свои строки Вы не делайте Разницу Вы не делайте Демократы Давайте не устраивать Здесь свалку И вы прекрасно понимаете Что мы имеем ввиду И кого мы называем А я не прекрасно понимаю Когда говорят Говно Это есть говно Они говорят Это самое Куриное Или какое понимаете уже демократы 50 процентов кому нужны которые замечательные люди вполне себе замечательные люди вполне себе салют абсолютно замечательные мамы папы дедушки бабушки и так далее абсолютно но к сожалению голосует они за людей которые которые вот скажем на уровне штата за людей которые довели на штат вот до такого состояния скажем если говорить на уровне федеральном то это люди которые держат в заложниках всех нас которые рассчитывают на помощь вы помните две недели по инициативе нэнси пелоси и чаки шумера не могли никак принять этот закон сейчас опять в сенате демократы заблокировали закон о дополнительных там 250 миллиардов долларов для того чтобы помочь малому бизнесу но это же демократы делают так как ну вот отключился надо когда знаешь нету добрый день нечем возразить вешают трубку да добрый день вы в эфире вы знаете есть такое понятие как свобода слова и люди имеют право назвать идиотом любого кого они считают нужным я сейчас не говорю о моральной моральном аспекте этого вопроса если у человека мнение таково значит он его высказывает естественно что оно базируется у кого-то оно на чем-то базируется у кого-то не на чем-то сколько у нас есть нэвер трамперов которые ненавидят президента просто вот ненавидят вот без никаких причин понимаешь и никто их не обвиняет за это почему-то нападает на тех кто называет идиотами людей которые голосуют за демократов которые укорачивают нам жизнь который делает так чтобы наша страна действительно то есть шла в другом направлении мышь на национальном телевидении можно называть президента республиканца фашистом гитлером кем угодно нас всех можно называть тупыми деплора был и так далее нас можно обзывать как угодно мы все расисты мы все гомофобы мы все зенофобы то есть республиканцев и консерваторов можно называть любыми словами а вот демократов назвать идиотами за то что они голосуют за людей которые ну не как даже интересы не ваши не вашей дочери не отстаивают а единственно за что они борются это за власть вот тут вы оскорбились и обиделись ничего переживете переживали мы переживем добрый день вы в эфире не понимает что говорят демократы не имеете в виду эту шайку которая заправляет всеми делами он не то что он не понимает этого я думаю что он прекрасно понимает но у него знаете вот есть такая натура вот просто вот взять и как говорится бросить в бочку меда ложку дегтя совершенно верно неужели он не понимает что есть демократы очень трезвые люди и алан дершевиц тоже демократ в конце концов да да именно об этом я и сказал когда вот ответил ему что есть идиоты демократа а есть а есть абсолютно адекватные люди просто невозможно их уже слушать именно их радиостанция народная волна имеет в виду а не всех людей а вы знаете сколько вы знаете сколько демократов вот я знаю наверное человек я могу сказать человек 10 который я лично знаю которые сказали мне еще несколько месяцев назад нам не за кого голосовать мы будем голосовать за трампа потому что вот то отребе как сережа любит вычеркивают абсолютно всех демократов потому что мы их не знаем так вот эти демократы абсолютно правы вот эти демократы вызывают уважение а те демократы о которых говорил вот говорит серёжа и я да мы имеем право сказать что они идиоты хотите сказать что я идиот ради бога говорите я спасибо за ваше мнение да и тому который кстати кстати и среди республиканцев есть конченый идиот а вот яркий пример в качестве примера могу привести джо волша который один срок было 11 по моему избирательного округа конгрессменом или 8 от 8 наверное один срок был и потом вел шоу свое а теперь вот на фейсбуке не встречал его выводов таки это же просто у человека мозги поехали мозги очевидно его купили очевидно кто-то давай вспомним отсел давай вспомним медраме который который был кандидатом президента добрый день вы в эфире не смог ответить на мой вопрос вот демократ пытаются искусственно растянуть карантин до ноября а теперь уже и выяснять что они уже на полтора года хотят что приведет к развалу экономики но их цель ясно они хотят чтобы трамп на основе вот падения экономики ушел и они займут его место а как они после этого развала это же будет это катастрофа не представляешь чтобы со страной как они попытаются они даже в этом сейчас и возможно их абсолютно и то они не думаю сейчас об этом у них главная цель убрать трампа вот то что байден сейчас говорит наша цель победить трампа он не говорит что наша цель там экономику поднять наша цель победить вирус нет наша цель победить трампа вот это его задача программа и всех его приспешника и всех тех кто за него хочет и будет голосовать а что будет дальше там посмотрим как говорится время покажет будет день будет пища поэтому я не думаю что сегодня у них стоит на повестке дня вопрос так что будет потом добрый день вы в эфире а хотел бы спросить знаменитая радиослушательца варвара может дать советы как спастись от коронавируса благодарю а вы знаете когда варвара позвонит мы ей зададим этот вопрос от вас и послушаем его дело в том что очень многие люди обвиняют трампа или еще кого то что вот он неправильно делал что-то не так сделал продолжает делать не так а хотелось бы послушать вот этих людей потому что когда человек говорит что кто-то делает неправильно он должен базироваться на каких то данных на своих знаниях например вот я по жизни занимаюсь там другими когда я вижу например продукцию которая выпускает другие компании я вижу работу я могу оценить как специалист в этой области вот понимаете когда человек говорит что трамп делает что-то не так пожалуйста скажите вы а как бы сделали вы я всегда задаю этот вопрос я никогда не вступаю в премии больше не доказываю кто прав кто виноват потому что уже давно доказано кто прав кто виноват но я задаю встречный вопрос а что бы сделали вы и что вы думаете какой следует ответ никакого человек продолжает рассказывать какие-то вещи какие-то сказки о том что вот там где-то кто-то сказал когда-то кто-то кому-то ответил трамп не вовремя среагировал трамп не вовремя обеспечил а вы не забыли что когда была вспышка свиного вируса и когда были потрачены все вот эти вот маски и остальные вещи там перчатки санитайзеры да вы знаете что этот запас никогда не был пополнен и вот так и остался и между прочим когда трамп вошел в белый дом один из вопросов был к министерству здравоохранения вот насколько сегодня ситуация с астап стоит с этим вот с этим делом так почему здраво министерство здравоохранения не сделала это почему они не пополнили запасы масок перчаток и вот этих средств санит санитарии продолжим буквально несколько минут возвращаемся в программу народная трибуна но прежде чем о чем-либо говорить я должен опять с низким поклоном к нашим зрителям слушателям и тех кто слушает нас по интернету просто с нашего веб-сайта и те кто слушает смотрят нас на youtube спасибо огромное вот я сейчас посмотрел уже поступили донейшн спасибо вам и нижайший поклон спасибо большое за поддержку я не знаю у меня нет разрешения называть имена им с удовольствием назвал на всю страну имена тех кто сделал донейшн это и владимир и пётр и еще один владимир и в общем в общем это очень трогательно это очень трогательно и виктор вот виктор приличную сумму перечислил спасибо мы говорили о том что мы говорили о том люди хотят что-то ну давай давай принять звонок добрый день в эфире в каждой прошлый час позвонил товарищ сказал чтобы посоветовала варвара борьбе с коронавирус я не знаю чтобы посоветовала на уважаемый нами варвара но не учили бы нам взять пример швеции положить например на мой взгляд потому что они не подали истерики на наши скажем так один партии у них работы работают смысле экономика на плаву смертность существует но не такая уж высокая как предсказывает нам все левые всех стран мира умер пострадавшие есть безусловно но они у каждому старику и там поставили вместо одного хомата надали 2 и 3 чтобы они были в более безопасно безопасности и так далее рестораны все открыты все у них так и прежде функционирует почему бы нам не взять в качестве примера вот этот шведский вариант даже лукашенко идет по их жилостопам он сказал что с баней 50 грамм водки мы встретим коронавирус и победим и действительно владимир белоруссии не очень страдать вы знаете да лукашенко это сказал но это было давно позавчера по море вчера он уже закрыл границы и закрыл страну так что до беларуси это тоже добралось а насчет швеции я смотрю вот что у них сколько девять тысяч по моему человек до почти десять тысяч человек заболела но не забывайте что население швеции гораздо меньше через мир как да я не знаю может они действительно что-то правильно делал кстати мы говорили о германии и в германии она сегодня вот стоит на четвертом месте по количеству заболевших это 120 тысяч но у них смертность две тысячи с половиной на вот эти сто двадцать тысяч по сравнению например вот с италии где 150 тысяч но у них смертность почти девятнадцать тысяч но я думаю что в германии может быть учет ведется не так как у нас более скрупулезный да то есть если люди умерли в результате осложнения от коронавируса их так как бы и фиксируют а если люди умерли потому что им было сто восемьдесят пять лет и у них печень отказала или еще что то то наверное их ставит другой диагноз дело в общем действительно сегодня очень тяжело дать четкие цифры сколько заболела сколько умерла от чего какой возраст самый идеальный вариант вот я буквально вчера ли позавчера вычитал вот представьте себе корабль который плывет из пункта а в пункт б и там например там 5000 человек включая команду пассажиров и капитан объявил что у нас на корабле есть заболевший коронавирусом корабль находится в изоляции им с вертолета сбрасывают вот эти вот тесты которые тестируют людей на присутствие коронавируса затем корабль приходит куда-то вот в пункт б всех этих 5000 человек изолирует всех протестировали умерла там 50 человек через две-три недели остальные выздоровели вот это идеальный вариант статистики к сожалению в реальной жизни такого быть не может поэтому все цифры одни говорят завышены другие занижены я думаю конечно цифры занижены потому что мы уже говорили что не все были протестированы не все даже знали что не заболели у нас есть звонок отключение у нас есть звонок потому что действительно нет недооцененное количество реальных случаев потому что многие люди не замечают эту болезнь звонок да да добрый день вы в эфире алло слушаю вас алло да да говорите здравствуйте давайте попробуйте перезвонить потому что плавает так звук что не разобрать вас очень плохо слышно да давайте вернемся к тому к запасникам нашим к сожалению пустым которые были перед вирусом да так вот джордж буш младше его очень много и часто ругали но у него есть такая цитата если мы будем ждать эпидемии чтобы начать с ней готовиться то мы проиграем почему эту цитату он сказал в 2005 году на него произвела впечатление книга посвященная эпидемии испанки в 2018-19 году эта книга джона баров и она настолько впечатлила что он отдал приказ executive order пополнить все наши запасники масками перчатками и так далее когда случилась эпидемия 2009 году естественно страна была готова и масса хватало и всего того что нужно что было необходимо для лечения этой болезни для превентивных мер все это было израсходовано но к сожалению администрация обамы она они по моему потратили две трети всех запасников но администрация обамы абсолютно не пошевелила пальцем чтобы пополнить дефицит вот острейших самых базовых медицинских товаров необходимость в сегодня оценивается в 300 миллионов а мощность выпуска этих масок по моему 50 миллионов в месяц то есть конечно сегодня очень многие предприятия переключились на выпуск вот масок перчаток там этих вентиляции с тем что произошло я думаю что многие пересматриваются в случае политики должны пересмотреть свои отношения к тому что происходит потому что мы в такой степени зависим от китайцев которые нам не являются не по ее не союзниками не друзья так вот и у меня снял с языка и трамп с первого дня он боролся с этим потому что 90 95 процентов составляющих лекарств и медицинское оборудование и медицинские вот эти вот вещи которые нам нужны перчатки маски это все шло из китая вы представляете насколько действительно мы зависим от китая и вот сегодняшняя ситуация это вот тот наглядный пример о котором говорил трамп и когда его ругали что он вот хотел вот это сделать если с этим не вспоминается выступление байден китайцы едят наша бета командмен китайцы нормальные люди они нам не конкуренты сказал джо байден полетел в китай получил полтора миллиарда для компании своего сына продажный как как скажите как мне назвать этого человека который на сегодняшний день является кандидатом в президенты от демократической партии который готов продать страну людей за полтора миллиарда долларов для того чтобы пополнить свои карманы добрый день пожалуйста в эфир серёжа продолжила говорили там пожалуйста швеция 10 миллионов сон тебе думает нью-йорк 16 миллионов 15 миллионов какой как какие шведы и какая разнородная масса у нас население нации соединенных штатах почему смертность пока он задать себе вопрос почему у чернокожих смертность больше чем это все зависит от воспитания от поведения системе питания и так далее совершенно верно веса и сравнивать нельзя а белоруссия да вы посмотрите вчера только было тысячи случаев один день это закрытые стороны это все равно что северная корея пускай тот батька говорит все что угодно посмотрим что будет через пару дней да видите то что я сказал что швеция она не настолько населена как америка между прочим я звонок да давайте еще с итальянцы накануне там все это истории отправили в китай в качестве гуманитарной помощи вот эти перчатки маски и так далее а сейчас китай продает италии вот эти саму ту самую гуманитарную помощь который итальянцы отправили китая все что вам нужно знать и китайцы между прочим вот сразу почему в италии была такая вспышка не знаю знают ли люди о том что все началось кризиса в текстильной промышленности в девяностом году в италии и чтоб сэкономить деньги итальянские фабрики начали фабриканты начали нанимать работоспособных китайцев которые в принципе я помню когда они открывали фабрики в китае сначала и везли туда комплектующие посылали туда специалистов для того чтобы там производить вещи свои и они поняли что гораздо дешевле привезти китайцев так вот шли годы и китайских рабочих становилось все больше и больше как и заводов на которых не осталось ни одного рабочего итальянца и в двухтысячных годах китайские предприниматели начали арендовать и выкупать текстильные фабрики у своих итальянских коллег и в течение последующих десяти лет китайцы начали строить свои фабрики и магазины таким образом они организовали чуть ли не собственную текстильную промышленность то же самое потом начало происходить с тем что они начали скупать земли о чем я говорю о том что было огромное количество китайцев скопление китайцев вот именно на севере италии ну и не забывайте что был новый год который празднуется там в начале января и все эти китайцы поехали в китай и потом естественно назад привезли вот эту заразу между прочим когда в ухане возникла эта вспышка вообще обязаны местные власти уведомить в пики в пекине есть тоже у них там свои организации и местные власти должны были уведомить в пекине организацию контроля над вирусами они этого не сделали они хотели это все держать как говорится вот не выносить сор из избы и когда появились уже первые публикации в интернете когда люди начали писать о том что какая-то болезнь и непонятные симптомы а вот только тогда они сообщили в китай но уже как говорится было поздно уже зараза была завезена в европу ну а италия вообще такой перевалочный пункт вот серёжа говорили куда едут много туристов многие беженцы даже туда попадались это через италию да и вот это зараза так и распространилась этому виталий была такая вспышка ну вот опять же я смотрю вот например япония при своем довольно большом населении она находится где-то далеко на каком-то там тридцатом месте если вы знаете о японии некоторые вещи например у них нету рукопожатий абсолютно другая культура если вы помните когда мы над ними смеяли что они у нас здесь ходили в масках просто вот там зимой или летом в самолете маски мы смеялись над ними если вы почитаете то в японии стерильность такая люди принимают душ минимум два раза в день люди моют руки 10 раз в день обществе ты общественные туалеты это просто пример вот чистоты и санитарии потому что эти туалеты чище чем у многих дома эти туалеты поэтому у них и довольно такой низкий процент заболевания при таком большом населении и беженцев они ниоткуда не принимают ну да добрый день вы в эфире добрый день мне жили пожалуйста такую я за то что я арс не доложил приобрели от доходе свыше там чего-то в один доллар ну допустим я немножко утрирую да они вправе меня наказать как байден может получать такие деньги и почему они занимались праведностью доходов нашего президента хотя тот заработал их честно и ни одна сволочь и никакой рс не пытается выяснить откуда деньги у байдена есть заработанные а вот эти вот все вещи которые они получают непонятно каким путем они же тоже как-то называются и должны облагаться не только налогами но и должны понятно вы знаете я вам единственное вы имеете ввиду деньги какого байдена вашего старшего ну младшего который да который вы знаете я вашу я я вам отвечу вопросом на вопрос скажите после всех тех цифр и данных которые были опубликованы когда открылась вот эта вот история о связях байдена младшего с компании в украине как после этого люди могут голосовать за человека который связан с этим был напрямую который баллотируется в президенты как эти люди могут допустить даже то что этот человек может стать во главе страны а вы говорите что рс будет это водороследовать давайте начнем с себя как мы можем голосовать за этого человека ну а рс знаете как говорится и бавдело то есть может быть в один прекрасный день и его начнут судить и будут судить но пока что он кандидат президенты к сожалению похоже у нас правосудие не одинаково для всех судить можно не только байдена и нужно судить нужно очень многих коми нарушил закон и генеральный инспектор это отразил в докладе мало того он сделал реферал то есть представление а в министерстве юстиции о том что коми нарушил закон такое же представление криминальное было в отношении макейба хилари клинтон до сих пор свободно гуляет и так сказать плюет в потолок то есть достаточно много людей из высших эшелонов которые ну объясняю тем что во первых трудно собрать такую панель в смысле большой жюри который бы вынесла обвинительный приговор в вашингтон 10 потому что но это особое так сказать место на 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 в нашей стране но с другой стороны как бы даже в случае если это жюри будет и понятно что она не может быть беспристрастным это понятно что это левачье сплошное понятно что они ненавидят трампа понятно что они обожают хиллари коми и так далее в общем они обожают всех кто пытался утопить трампа но хотя бы провести суд хотя бы дать понять этому дип-стейту что ребята если вы впредь будете действовать так то возможно в будущем вам не избежать наказания то получается что огромная машина правительственная секретные службы то есть самая мощная служба фбр а сейчас выясняется что и цру во главе с коммунистом бреннаном там играла ведущую роль во всем этом заговоре во всяком случае не последние и вот эти все вот спецслужбы вкупе с демократической партией вместе со средствами массовой информации по сути дела попытались совершить переворот и виновных не сервер а как бы всем сходит срок одно только досье сфабрикованные фальшивые о котором говорили сто раз который доказано было и кому то это сошлось а в итоге дорогой наш радиослушатель который расстроился по поводу того что демократов мы не ласковыми словами хотя еще раз говорю среди демократов есть замечательные люди абсолютно замечательные люди но то что творит демократическая верхушка смею вам напомнить что на протяжении всей каденции последний конгресс на протяжении вот уже полутора лет чем занимался что сделал цель 1 чтобы убрать трампа никаких законов не было принято никаких предложений не было принято не за формально не принимали какие-то формально формально нижняя палата принимала закон который заведомо знали что он обречен потому что это совершенно сумасшедшие законы то есть я не знаю так вот сейчас новая идея все бывшие кандидаты в кандидаты призе в президенты поддержали идею но почти все особо сказать вот клобуча сейчас выступила сказала что изменить нужно правило что выборы должны пройти по почте то есть это вот эти вот вот это самая партия вот это вот самая партия которая не может потеряла тридцать тысяч и мэйлов в электронной почте они хотят чтобы выборы прошли по почте при этом вискансине не не отменили выбор то есть когда выбираю вискансине они не отменили выборы потому что верховный суд вискансина сказал что это не конституционно да не обязаны провести вот об этом я говорю то есть мало того что они на протяжении десятилетий фальсифицируют тех или иных районах городах выборы то есть мы знаем что есть люди которые голосуют там начиная с 1914 года в списках значится и голос и голосуют по сей день то есть тысячи и тысячи людей если не миллионы людей которые не имеют права голосовать которых либо либо которых уже нет либо не имеет права голосовать они по-прежнему в списках и тем не менее сейчас пытаются провести закон чтобы во всех штатах запретить принимать законы вот с этим water айди то есть документ подтверждающий твое право на голосование для чего это делается но они это объясняют расизмом конечно на самом деле если если вы не собираетесь лгать если вы не собираетесь нарушать если не собираетесь фальсифицировать почему вас и должно волновать значит хотят а вот эта идея по почте но это вообще полный беспредел это полный беспредел так-то не по почте вы помните представляете сколько теоретически будет утеряно да вот этих вот баланс где даже не по почте ты помнишь целыми контейнерами выбрасывали да где-то и так далее нет да в общем задача одна все на что нацелена верхушка демократической партии это избавиться от трампа это получить власть 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 еще раз власть почему потому что уж слишком много за ними длинный за ними шлейф преступлений тянется финансовых экономических и прочих и если второй срок на второй срок в не дай бог с их точки зрения трамп останется у власти то многим из ним из них придется отвечать перед законом запахло жареным договориться да все друзья мои огромное спасибо за то что были себя еще раз огромное спасибо тем кто посочувствовал этой тяжелой ситуации и сделали донейшн используя вот ту желтенькую кнопочку которая на нашем веб-сайте адрес нашего веб-сайта радио nvc.com радио nvc.com одно слово и там есть такая желтая кнопка донейт спасибо всем кто перечислил я понимаю что в это сложное время не просто это сделать спасибо всем всего всего доброго